Всем здравствуйте! Юрий Шулипа в эфире канала Светлана Герасимова и её гости. Юра, здравствуй! Привет, Света! Ну и моё традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. Юр, год почти россияне Бахмут брали, брали там награды люди за это получали, звания получали. И вдруг ваше командование заявляет, что Бахмут полностью находится под вашим огневым контролем. Это как же так, Юра? Дело в том, что Бахмут всегда, начиная с момента того, когда пришли в Бахмут российско-фашистские захватчики, находился под огневым контролем вооружённых сил Украины. Под фактическим и, собственно говоря, под огневым. И даже то, что вооружённые силы Украины сделали небольшой манёвр, они отступили на западную часть города Бахмут. И тем не менее, они фактически оставались всё это время в административно-территориальных пределах города Бахмут. Так, что-то ты завис, Юр. Да, да, да. А всё, отвис. Да, у меня с моей стороны связь прекрасная. Они установили теперь полностью огневой контроль над Бахмутом. И это важнейший, я считаю, разведпризнак того, что если военная динамика будет продолжаться для Украины в том же самом позитивном ключе, то до конца июля, ну вот возьмём по самым, скажем так, худшим прогнозам, сценариям, до конца июля Бахмут будет освобождён от российских фашистских захватчиков полностью. И, возможно, агрессор будет отброшен на определённое расстояние от Бахмута. На какое расстояние сказать трудно, всё зависит от того, как будет развиваться военная динамика. Юр, а как отступать-то будут? Окружили же со всех сторон, и вот ваши, значит, военные аналитики говорят, что остаётся у них, собственно, один выход через Бахмутку плыть. Ну, Бахмутка, конечно, не Днепр, но тем не менее. Зачем отступать? Для чего? Минуточку, нам одобрения нужны. Для чего отступать? Тем более на фоне того, что Украина получит кассетные боеприпасы. Это вообще супер. И вопрос с отступлением таким образом для агрессора решится очень быстро. То есть отрицательного наступления, я считаю, агрессора не будет. Да. А вот, кстати, знаешь, Юр, очень много сейчас в соцсетях пишут, что Европа недовольна то, что у Украины будут кассетные боеприпасы. Таким образом вы уравняетесь с Россией. Россия вот так воюет с запрещенными кассетниками. Украина будет воевать. Ну, я хочу сказать так, пишут и говорят только, ну, последние, конченые, слабоумные дебилы. Нужно исходить из двух факторов. Де-юре, первый фактор. И второй, де-фа-та. Я думаю, здесь, если мы возьмем вопрос выживаемости Украины, ее военной выживаемости, ее защита, ее территориальной целостности, политический консультет, национальных интересов, то нам нужно, конечно, ориентироваться больше на де-факто, нежели даже на де-юре. Украина, агрессор и Соединенные Штаты Америки не присоединились к конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. То есть правых оснований для того, чтобы Соединенные Штаты Америки не передавали Украине кассетные боеприпасы, уже нет. Второе, фактическое основание. Что делает агрессор? Несные штормы. Концентрация, причем значительная концентрация, техники и живой силы агрессора. Как с этим бороться? И с этим можно бороться как раз именно кассетными боеприпасами. Потому что кассетные боеприпасы, в чем их преимущество по сравнению с другими видами вооружения? То, что они уничтожают фактически все живое, если мы идем речь об оскошной боеприпасы. Кстати, два вида существует. Первый вид это оскошная для уничтожения живой силы, и второй это кумулятивный для уничтожения колонн, военной техники, артиллерии и всего прочего агрессора. То лучше, чем кассетные боеприпасы для Украины, в сложившейся ситуации просто не существует. Тем более, обратимся к статистике. Агрессор, по различным оценкам, за время широкомасштабного вторжения в Украину, выпустил по украинской земле свыше 10 миллионов кассетных боеприпасов. Так много! И кроме того, ну вот послушайте, я в начале зимы 8 декабря прошлого года проводил в Буче первый антироссийский форум. И когда я туда ехал, то обратил внимание на то, что заборы в городской черте были излишечены, и крыши зданий. Я еще тогда у украинских военнослужащих спрашивал, я говорю, это как это? Неужели это из крупнокалиберных пулеметов такая стрельба была мощная? Они мне сказали, нет. Это как раз-таки были именно кассетные боеприпасы. Поэтому, по той же еще раз, если мы посмотрим, какой же минус может быть от кассетных боеприпасов, это то, что, конечно же, могут быть уничтожены дикие животные. Ну и в том числе и те домашние, которых не эвакуировали из зоны ведения боевых действий. Вот в этом, да, безусловно, существует минус. Я так полагаю, что животные, наверное, ушли из зоны боевых действий. Они что уже чувствуют? В остальном, я уж так для наших зрителей и слушателей скажу, все вот эти вот, как они, это Amnesty International, который и так далее, выступающий против передачи украинских кассетных боеприпасов, это все враги прав человека, западной цивилизации Украины. И также они, по всей видимости, как мне это представляется, являются путинскими агентами. Потому что в международных, вот послушайте, очень важно, в международных правозащитных организациях, в юридических корпорациях, очень много агентов Путина, различных адвокатов, которые за деньги отмазывают путинских олигархов, агентуру и все прочие вот уголовные преследования. В западных странах пытаются их отмазать от санкций, вот, и от различных видов преследований. Поэтому все, что говорят против кассетных боеприпасов для Украины, это значит, сразу же презюмируйте, все в войне очень просто. Это значит, существа от агрессора и врага. И это против Украины. Потому что, вот повторюсь еще раз, из всех видов вооружений, которые находятся на вооружении Украины, извиняюсь за тавтологию, но кассетные боеприпасы одни из самых лучших для уничтожения живой силы, причем по площадям, там, где находится, там, где у агрессора расположено соотношение живой силы, и военной техники. Вот лучше, чем кассетные боеприпасы, быть не может. И тут, смотрите, я уже по-другому вопрос поставлю. Вопрос сейчас должен заключаться не в самих кассетных боеприпасах, потому что, слава богу, уже есть, а в их количестве, чтобы их количества хватило для того, чтобы силам обороны Украины удалось освободить и Бахмут, и зачистить от агрессора все прилегающие территории. Чтобы агрессор действительно... А когда вы их получите-то хотя бы? Ну, когда мы их получим, я так предполагаю, если мы просто возьмем заявление, то, что делали Соединенные Штаты Америки, когда нам передавали хаймарсы, бронемашины Брендли, и прочую, значит, специальную военную технику, ну, в течение, как минимум, от 10 дней до 2 недель. То есть, достаточно быстро. Понятно. Вот, смотри, 8-го числа был юбилей у Валерия Федоровича Залужного. Человеку исполнилось 50 лет. Был как раз в этот день 500-й день войны, в которой, значит, и за эти 500 очень трудных дней Украина показала себя достойно. Залужный показал себя достойно. Юр, такое впечатление, что Бог реально на вашей стороне, и Он вам такие вот даже даты специально подбрасывает. Да, интересная дата, и не только. Действительно, 8-го июля, 500 дней широкомасштабного вторжения Москвы в Украину, 50 лет юбилей выдающегося полководца современности Валерия Федоровича Залужного, и 5 командиров Азова были с президентом Украины, главным офисом, возвращены в Украину. Вот как раз-таки символ трех пятерок. Это очень важно, когда в один день со совпал символ трех пятерок. Это свидетельство, я вот нашим зрителям и слушателям объясню, что это такое с точки зрения нумерологии. Это свидетельство о том, что Украина находится на пути к победе. Причем на четком, конкретном пути к победе. Что касается Валерия Федоровича Залужного, это действительно выдающийся полководец. Он вошел не просто в военную историю, очень много будет написано учебников, монографий об этой широкомасштабной войне. И не только об этой широкомасштабной войне между Россией и Украиной, которая длится с 20 февраля 2014 года. И, безусловно, имя Валерия Залужного будет в этих учебниках, монографиях и во всем прочем фигурировать. И фактически тут нужно понимать, что под командованием Валерия Залужного изменилась не только военная наука, но и тактика. Ну вот, представляете, вооруженные силы Украины осуществляют кондунаступление. Но мы уже о нем говорили. То есть, неважно, как там, скажем так, хорошее такое поступление, плохое такое поступление, быстрое, небыстрое, эффективное, неэффективное. Но, что важно, при контрнаступлении вооруженные силы Украины терпят меньшие потери в людской силе, в технике и во всем прочем, чем силы агрессии. Это с одной стороны. Да, это первое такое уникальное явление. Потому что кондунаступление, еще раз повторюсь, нашим зрителям и слушателям, осуществляется вооруженными силами Украины на эшелонированную, глубокую оборону агрессор. И агрессор эту оборону держит, используя фактически все виды вооружения. И второй фактор. Украина не имеет преимущества, воздушного преимущества в воздухе над агрессором. То есть, вот на той территории, которая свободна от агрессора, самолеты агрессора, ну, практически не залетают сюда, потому что, знаешь, здесь создана эшелонерная система противовоздушной обороны, поэтому они побаиваются. Но, тем не менее, смотрите, еще раз важно, не имея преимущества в воздухе, буржонные силы Украины ведут наступление и освобождают захваченные территории от агрессора, неся по сравнению с потерями агрессора, как в технике, так и в живой силе, минимальные потери. Вот, собственно говоря, в чем талант заложным. И всех остальных, и его военной команды, и всех тех остальных военачальников, с которыми, значит, Валерий Федорович заложный осуществляет конкурс наступательные действия, освобождение, и еще, кстати, очень важно, что заложный, в отличие от так называемых российских всяких генералов, он не мясник, он очень сильно следит и сам лично наказывает за то, чтобы не было никаких мясных штурмов и всего прочего. Это действительно профессионал до мозга костей. он абсолютно политически не ангажированный. Если он и делает какие-то заявления, вот только все четко по существу. И вообще, важно понять, что профессионализм заложного, его роль в истории личности, роль личности в истории, смотрите, важна роль личности в истории, в том, что он в самые критические дни и часы для Украины, вот начиная с 24 февраля, и фактически вот по первые марта, вот это самое критическое время было не только там для Киева и для Украины, он спас Украину и он сохранил Украину как государство и субъект геополитической реальности. То есть, он не дал, ну, конечно же, здесь и президент Украины и украинский науток украинского общества, но еще, что вот в основном, в основном именно его профессиональные действия как командующего вооруженных сил Украины в военной сфере. Он сделал все возможное для того, чтобы Украина сохранилась, выстояла, и вот теперь при нем Украина продолжает отвоевывать свои захваченные территории. Украина уже освобождается. И именно вот под командованием заложного Украина обрела, наконец, стратегическую инициативу. То есть, стратегическая инициатива в войне перешла к Украине. Вот знаешь, ты рассказываешь сейчас все это, а я думаю, нет у вас у украинцев фантазии. 500 дней войны и все время главнокомандующий заложный и заложный. То ли дело у России. Ты посмотри, сколько у нас главнокомандующих уже поменялось. Какой выбор широкий. Вот сейчас вместо Герасима будет. Во-первых, это свидетельствует о том, что, если имеется в виду по агрессору судей, то столь частая смена командованием войной с Герасимом Суровикиным и обратно это не есть хорошо. И это как раз таки свидетельствует о том, что в военном окружении и в силовом. Потому что в России военное силовое окружение очень тесно с друг другом связано. Зуществует внутренний элитный конфликт. Здесь же, поскольку Украина, понятно, что во всех системах где-то какие-то конфликтики существуют, но Украина находится в состоянии обороны от российской агрессии. И сама российская агрессия она сплотила и построила в общем-то украинскую армию. Да, тут помимо Валерия Заложного есть тоже известные доблестные генералы такие как Сырский, Наев и прочие. Сырский возглавлял кстати операцию по освобождению Харьковской области, Наев участвовал и продолжает участвовать в обороне Киева и на северо-западном фронте Украины. То есть это граница Украины и Республики Беларусь. Вот это тоже при фронтовой территории где нужно где вооруженность украины значительную группировку держит. гипотетически с территории Беларуси будет нападение его можно было в любой момент или даже для того, чтобы просто у агрессора не было соблазна повторить второй раз нападение на Украину с территории Республики Беларусь. Поэтому все генералы которые участвуют в отражении широкомасштабной фазы российской агрессии ну и до этого раньше воевали на Донбассе они у нас доблестные генерал Кривонос кстати еще есть он у нас такой его к сожалению в Украине мало вспоминает но тем не менее нужно отдать должное генералу Кривоносу который в самом начале широкомасштабной фазы российской агрессии не дал возможности агрессору захватить аэродром Жулианы в центре Киева. Светлана Понятно это все понятно ты вот про это рассказываешь а я знаешь про что думаю вот завтра будет саммит да вот стран НАТО ты так это предложил мне классный такой заголовок что историческое значение исторический будет саммит а вот Андрей Корчагин просил меня передать что он готов с тобой пари заключить хочешь на тысячу долларов хочешь на десять долларов что ничего особо исторического там завтра не будет парируй деньги можешь мне передать во первых я бы с Андреем Корчагином проспорил бы и на десять тысяч долларов но если бы Андрей сформулировал правильную мысль что именно с его точки зрения не будет исторического на саммите НАТО в Вильнюсе вот что именно исторического что он подразумевает под понятием историческое и что подразумеваю я а я исхожу из заявлений генерального секретаря НАТО о том что на саммите должны быть приняты должны быть приняты пакеты решений по Украине которые будут содержать три основные элемента значит первый элемент это согласование многолетней программы поддержки Украины именно вот 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 смотрите согласование многолетней поддержки программы Украины то есть вот внимательно просто я сейчас разберу речь это очень важно для наших зрителей слушателей потому что от того что сказал Столсберг и то что будет принято на саммите НАТО потом это все будет конечно документально оформлено вот от этого и нужно будет отталкиваться вот от этого будем делать выводы прогнозы и всего прочего вот по словам Столсберг лидеры то есть это это глава государств стран членов НАТО согласует многолетнюю программу поддержки чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО ну что это за программа которая должна гарантировать полную совместимость что это за программа по поводу подлечения сказано передачи Украине о предоставлении украины план действий по членству НАТО но возможно это будет какой-то квази подлече квази подлече но впрочем как говорится посмотрим хотя из заявления стонсбергера о том что лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО но тут уже можем сделать вывод что это квази под под подачи хотя опять-таки если мы исходим из слов полная совместимость между украинскими вооруженными силами НАТО то это не означает что будет принято подачи то есть еще раз мои прогнозы мои выводы что Украина получит это вот некое такое квази подачи но к сожалению Запад из-за того что из-за отсутствия профессионализма понимания коррумпированности и так далее он не хочет Украине предоставить план действий под членством НАТО пункт 2 отметил Генсек на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО будет создан Совет Украина НАТО я напомню нашим зрителям и службам что до широкомасштабной фазы российской агрессии против Украины существовал Совет России НАТО потом он соответственно прекратил свое существование теперь будет создан Совет Украины НАТО ну это что это такое это скажем так международный консультативный орган между Украиной и НАТО где в основном будут решать вопросы конституционного характера и дальше Стонсберген нам сообщает третий пункт я ожидаю что лидеры подтвердят что Украина станет членом НАТО и будут едины в том как приблизить Украину к ее цели добавил Стонсберген ну сообщим сейчас нашим зрителям и слушателям что вот по состоянию на сегодня то есть 10 июля 2023 года 23 страны члены НАТО высказались за то чтобы Украина стала членом НАТО то есть больше половины стран НАТО за то чтобы Украина стала членом НАТО а что вот это такое ожидание что лидеры подведут что Украина станет членом НАТО внимательно почитать пункт вот опять по логике того что нам ответил Стонсберген исходя из текстов его пункта 1 и пункт 2 то что он нам ответил то а именно вот пункте 3 как приблизить Украину к этой цели то все таки если идет речь о приближении Украины к вступлению в НАТО то тогда по дече должен быть Украине предоставлен все таки как мне представляется потому что еще я делаю молодая инсайдерской информацией исключительно на основании того что сказал генеральный секретарь НАТО Йон Столсберген и дальше Столсберген еще добавил что НАТО поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам вот понятно слушай а так ли нужно вот Украине это вступление в НАТО может быть после войны Украина создаст свое НАТО со странами Балтии с Польшей ну смотрите конечно же нужно почему потому что первое войну Москвы против Украины именно международный вооруженный конфликт вооруженный по черту и четвертую мировую гибриду войну которая Москва идет против коллективного запада и в том числе опять-таки Украины нужно рассматривать в ином измерении не в блоковом именно измерение но хотя в блоковом тоже надо рассматривать измерение а в их территориальном измерении потому что эта война ведет Москву против Москва ведет против всего коллективного запада и международного права соответственно и систему международной безопасности поэтому в этом контексте Украина если бы западные лидеры их советники помощники кто работает обслуживает западные научные и так далее были бы более компетентны объективны и адекватны то конечно же Украина давным-давно должна была быть принята в НАТО стать членом НАТО но как мне представляется для каждой страны ну прежде чем государство принимается в НАТО ей предоставляется под ЭЧ и здесь в качестве квази-под ЭЧ могли бы быть некие оговорки то есть смотрите Украина член НАТО но до окончания широкомасштабного вторжения допустим ну вот такая же кстати оговорка была тогда когда часть восточной Германии оказалась в зоне советской оккупации под названием ГДР а основная свободная часть Германии была принята в НАТО ну вот пользуясь вот этим историческим прецедентом НАТО могло еще то есть то есть Украину должны я уже говорю вот опять таки если исходить соображение международной европейской безопасности то конечно Украину должны приедать НАТО НАТО должно было обеспечить полную защиту воздушно-космического пространства Украины можно было принять с теми оговорками что официальные официальные вооруженные силы стран членов НАТО не будут принимать участие в войне на стороне Украины до завершения международного вооруженного конфликта между Украиной и Москвой но опять таки в рамках этой оговорки частные военные компании как Соединенные Штаты в Америке так и европейские стран вполне могут принимать военную часть на стороне Украины вот это первое второе в рамках принятия Украины в НАТО и опять таки НАТО должно было разместить на территории Украины ядерное оружие как сдерживающий факторы агрессора и семитричные меры еще не для того чтобы это ядерное оружие применять против агресс но разместить его чисто символически для того чтобы показать свое намерение это ядерное оружие применить ведь я абсолютно полностью согласен с главой правительства Польши Муравецким тогда когда Польша обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой разместить на территории Польши тактический ядерный оружие в ответ на размещение агрессора тактического ядерного оружия в им же временно оккупированной республике Беларусь вот аналогично и в Украине должно также быть размещено тактической ядерное оружие страны Соединенных Штатов Америки и вот цвет вопросу о том быть ли Украине в НАТО или не в НАТО и когда вступает там сейчас или уже после окончания широкомасштабного вторжения всех всех кто следит внимательно за моим творчеством с 2018 года я активно лоббирую предоставление Украине страны Соединенных Штатов Америки вы это в интернете то что я сейчас говорю загуглите внимательно прочитайте статуса основного военного союзника США в НАТО вы можете просто набрать вот такое сочетание Юрия Шулипа ОСВН гугли просто загуглите и попадете там на мои статьи и на крупнейшем аналитическом портале Лига.нет и вот мои книги она в открытом доступе книга которая была мной и в савторстве написана о Дудапешке меморандуме где я раскрываю подробно что такое статус ОСВН в Зеленский банк подписывает меморандум и Украина через месяц получает статус ОСВН такой же как у Израиля и в рамках ОСВН кстати в рамках именно СВН происходит усиление военно-технического сотрудничества между Украиной и Соединенным Штатом Америки ну там опять-таки еще в силу этих правовых норм у Украины возникает право требования к Соединенным Штатам Америки участвовать в ряде военных и военно-технических программ и дает возможность Соединенным Штатам разместить на территории Украины как свои частные военные компании так и тактические ядерно-рожие то есть иными словами я хочу подытожить сказанное что статус основного военного союзника США вне НАТО он дает государству обладающему этим статусом все преимущества государства страны НАТО за исключением статьи 5 то есть право на коллективную самооборону в случае внешней агрессии Юра но при этом потребуется остановить войну да и прямо немедленно ничего не потребуется а кто войну остановит Свет о чем ты говоришь то есть это не потребуется конечно не потребуется но при чем omer 2 президента подписали меморанд если идет речь об 400 на украине статус конечно 2 президента подписывают меморандум через месяц Украина получает статус erre единственный президент у сша нужно будет уведомить о значит присвоение украине статуса основного военного союзника сша вне НАТО, парламент для того, чтобы парламент на следующий год принял специальный, более расширенный военный бюджет и с тем, чтобы другая страна, еще одна страна получила статус СВР. И второе, это, соответственно, глава Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Соединенных Штатов Америки, чтобы кто-то тоже выделил необходимое военное технике, вооружение, которое потребуется в рамках этого статуса. Вот, смотри, Достоне пишет, Рамис Юнус говорил, что если после саммита реальной помощи Украине не будет оказана, Байдену можно уже не рассчитывать на второй срок. Ну, смотрите, я неоднократно говорил, и еще, кстати, хочу вам сообщить, то вот, то малую военную помощь, которую Украине оказывает и Соединенные Штаты Америки, и страны западной цивилизации, в том числе, я считаю, это предательство Запада своих же интересов, и предательство, в первую очередь, западной цивилизации, потому что, если бы действительно, вот, вот, смотрите, есть де-юра, вот, есть де-факто, вот, де-юра позиция... Так, Юра, о, Юра, завис у меня. Юра! На связи. А, все, все, отвис уже. Давай, так, рассказывай. Спасибо. Значит, смотрите, де-юра с западных стран, Соединенных Штатов Америки, ну, понятно, там, позиция Салливана и Бернса, вот этих, так называемых, не поражаются, но в целом, в основном же все говорят, что Украина должна победить, освободить все свои телезаквачные террории, по состоянию на 3991. Если так, то не обязательно ждать саммитов НАТО, которые будут, вот, которые завтра начинаются в Вильнюсе и прочие мероприятия, которые связаны с нами. На авиабазе в немецком городе Рамштайн происходят саммиты военные для Украины, где 55 стран-участниц принимают коллективные решения о том, как вооружений поставить правильно. И вот, если бы, действительно, они бы следовали своим словам, вот еще, просто я для наших зрителей слушателей объясняю, действительно бы хотели бы и желали бы, чтобы Украина победила, вот если бы действительно, то тогда, соответственно, они бы померили бы потенциалы намерения агрессора, да, сколько у агрессора самолетов, вертолетов, солдат, вооружений, и так далее. Сколько вооружений имеет Украина? И тогда, за вычетом тех вооружений, которые, за вот этой, значит, за диспропорцией, которые имеются в Украине, они бы тогда сказали, так, ну, ведь мы сейчас все вместе смотрим, что у нас у каждого есть из опасов по вооружению, если чего-то по вооружению не хватает, нам придется открыть ряд предприятий, либо загрузить свой военно-промышленный комплекс, чтобы эти вооружения были выпущены, но в таких объемах и количествах для того, чтобы Украина действительно победила. И вот тогда это был бы, это был бы еще, то есть разговор, но сейчас, включающим, к сожалению, этого нет. Я быстренько пройдусь по вооружению, смотрите, Украине сейчас действительно не хватает различных видов оборонительных и наступательных вооружений. Насколько Украине не хватает этих оборонительных и наступательных вооружений? Вот то, что Украина сейчас есть и в том числе предоставил коллективный запад, он первым нажатием на два, второе, у Украины нет хорошей, качественной западной авиации. Тех же самых модернизированных F-16 самолеты тактической авиации и самолетов-истребителей и F-35. Это самолеты невидим, как их называют, самолеты стратегической авиации. Вот, но мы надеемся, кстати, на то, что с поставками в Украину кассетных боеприпасов и ракет Атакамсу у них дальность поражения составляет до 550 километров. Уже этот, кстати, вопрос с Атакамсом. Ну, что ты снова зависает? Да, Светлана, я прекрасно вижу, слышу, у меня связь отличная. Светлана, ну, все понятно. Вот тут Жан-15 пишет, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО только после того, как Евросоюз сделает шаг навстречу Турции по приему ее в ЕС. Ну, Эрдоган, парень, не промах, берет все, что можно взять, как говорится. Но, как складываются отношения у Турции с Украиной? Смотрите, и у Турции, и у Швеции с Украиной складываются отношения отлично. Турция добивается вступления в Европейский Союз уже 50 лет, и никак за это время не может вступить. Что касается отношений Турции и Швеции, то Украину они вообще по большому счету интересовать не должны. Почему? Так лучше. Да. Что касается Эрдогана, то последние события, конечно же, они, безусловно, меня рады. и возвращение пятерых легендарных командиров батальон Азов на родину вместе с президентом. Это и решение вопроса о том, что даже если Россия выделит так называемые зерновые сделки, то военно-морской флот Турции будет сопровождать, но точнее не сопровождать, обеспечивать безопасность морского коридора для прохождения зерновых судов в порт Одессы и, соответственно, выход обратно. И это также строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Байрактар в Украине, потому что, кстати, такое решение, оно без в Турции, но опять-таки, исходя из законодательства, оно без отмашки президента Турции не может быть А еще, кстати, еще важно, еще четвертое, нужно отметить, что президент Турции выступил за то, чтобы Украина стала членом НАТО и вот опять-таки еще важный факт, что Турция последовательно сохраняет свою позицию с 2008 года. Тогда, когда проходил в апреле, в 3 и 4 апреля проходил саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, Турция высказалась, и она до сих пор не имеет за то, чтобы Украине предоставили план действий по членству НАТО, а путинская агентесса Меркель этот план забраковала, как мы помним. Да, понятно. То есть, со стороны Турции препятствий Украина не видит, да? Нет, но если президент, послушайте, если президент Тардоган сказал, что он за, чтобы Украина стала членом НАТО, то, значит, Турция будет содействовать, не то, что препятствует, а содействовать, еще потому, чтобы Украина стала членом НАТО. Еще бы хотелось, хотелось бы, я просто от себя открою, чтобы за поддержку Украины о вступлении в НАТО высказались такие страны, как Греция, Австрия и Венгрия. Но вряд ли, я думаю, Венгрия выскажется, Венгрия будет препятствовать вступлению Украины в НАТО. Вот самое главное, я считаю, враг Украины сейчас, это Венгрия. Но даже не то, что Венгрия, Венгрия, в принципе, большинство населения Венгрии, они проукраинцы. Но главный враг и Венгрии, и демократии, и всему западному сообществу, это путинский агент. Виктор Орбан, я бы называю агентом, который был завербован, ну, как минимум, уже более 10 лет службой внешней разведки под оперативным псевдонимом Ваго. Вот этот путинский агент, которого Москва он так вот держит за одно место, потому что очень много компроматов, и за агентурную связь с российскими спецслужбами, и за отмыв денег, и за криминальный бизнес, который окружение Венгрии, этого Орбана ведет и с Россией, и со странами с айсателлитами и так далее. То есть, это, конечно же, еще, потому что Венгрия проблема. В основном, смотрите, если большинство стран уже высказали за то, чтобы Украина стала членом НАТО, еще, потому что большинство стран, то остальные страны, которые еще не определились, конечно же, как показывает практика, они рано или поздно займут позиции большинства. Ну, против большинства тоже не попрешь, понимаете, это же обычный принцип. Да, как сказать, вот, Эрдоган, он и против большинства прет, как ему надо, так и прет. Подожди, Света, надо разобраться, против какого большинства он прет? Ну, по поводу Швеции хотя бы. Но Швеция, это не большинство, это разборки между Швецией и Турцией. Вот, но смотреть нужно, как эта ситуация урегулируется, Байден уже влез в эту ситуацию, но я так предполагаю, что хотя и этот саммит не касается именно Швеции, почему? Потому что по Швеции уже вопрос решен. Уже все страны за исключением Турции ратифицировали свои международные договора о принятии Швеции в НАТО. То есть уже все страны, вот сейчас просто осталась одна Турция. Поэтому это вопрос личный между руководством Турции и Швеции. Но я думаю, еще пытаюсь, что предпоследствием из Соединенных Штатов Америки, он все-таки рано или поздно, я думаю, в ближайшее время будет он урегулирован. Слушай, понятно. Как у вас с Украины видятся вот наши российские военачальники? Кто где? Где Герасимов? Где Пригожин? Где Шойгу? Кто чем возглавляет? Ну, вопрос, ты знаешь, такой, как бы, ну, скажем так, пространственный. Понимаю, понимаю. Такой специальный задала. Что за военачальники? Ну, как они видятся? преступники, все особо тяжкие убийцы, по которым поплачет Гага, как минимум, и украинское правосудие, на котором здесь в Украине открыты несколько уголовных производств. Вот, 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 как они видятся. Так, кто из них работает? А кто уже устранился? Ну, Герасимов работает, вот, недавно его показали. Вот, опять-таки, просто интересная ситуация, что доклад Герасимову не Суровикин докладывал, а другое лицо. То есть, это свидетельство о том, что Суровикин в данное время на период проведения проверки, то есть, в отношении Суровикина находится проводится проверка по факту причастности его к мятежу и он де-факто отстранен от исполнения своих обязанностей. Этот самый, как он называется, Герасимов, вот, вот, вы смотрите, по поводу Пригожной, это еще очень важно отметить на нашем зрителям, то, что сказал Песков о том, что, якобы, ну, не якобы, вот, его слова, там, Пригожин, 35 командиров в Агрии, встречает, что угнуленышем, ну, послушайте, ну, это такая глупость. Ну, а почему глупость? А что, этого не было, ты считаешь? Ну, ну, подожди, давайте вот просто будем рассуждать логически. Путинский близкий ставник, его повар, поднимает мятеж вначале против лиц, которые, которые тоже Путину близки и которых Путин назначил лично. Того же самого Шойгу и Герасима. Кто Шойгу и Герасимова назначил? Естественно, Путин. И это его люди. Если он их назначил, значит, он, соответственно, несет и ответственность за их назначение. И вот, когда Пригожин, представьте, поднимает бунт, требует, чтобы людей, которых Путин назначил, причем для страны агрессора и оккупанта, которая ведет агрессивную периодистическую войну, это фигуры уже после Путина, можно сказать, там Патрушев, понятно, ну, даже потом директор ФСБ, но все равно, это четвертый, пятый лиц в стране. И против них идет мятеж, значит, получается, это приори естественный мятеж против Путина. И вот этот Пригожин захватывает фактически без боя Ростов-на-Дону, Воронеж, доходит до 200 километров на расстоянии к Кремлю, сбивает 6 путинских вертолетов в один самолет, больше 12 летчиков путинских, которые вылетели защищать Путина, его преступнички с фашистской режимом уничтожают. И как после всего этого, если мы... Да нормально, у нас ничего одно другому не мешает. Ну, как нормально, если Путин санкционирует убийство людей лишь за то, что они как-то что-то там написали в интернете или не согласны просто с его позицией, и тут вдруг откровенный мятеж, в результате которого Путин мог быть физически ликвидировал, то как? это еще это такая информационно-психологическая операция, которая производила Москву, и она рассчитана абсолютно на слабоум. Я вам более того, как бы сказал, что Путин не только не встречался ни с Шою, ни с Пригожным, ни с его там 35 командирами, но он также и не разговаривал с Пригожным лично, то есть даже не было личностных контактов, то есть каждый здесь находится в своей атмосфере, в своей автономности. И вот это, кстати, важнейший фактор, важнейший фактор, который свидетельствует о том, что путинская вертикаль посыпалась. Если Пригожин, вот обратите внимание, если Пригожин не наказан, ему возвращены деньги, вот против него прекращено уголовное преследование, не преследуются его командиры и все те, кто принимал участие в Вагне, про филактические беседы, это мы, как говорится, не берем в расчет. Если нету реального уголовного преследования, то это свидетельствует о том, что и Пригожин проиграл частично от этого мятежа, Пригожин проиграл, почему, потому, опять-таки, смотрите, нужно поспорить, а что значит проиграл, медиахолдинг, да, его Пригожин развалился, но не факт, что он не будет через некоторое время создан вновь, нужно очень внимательно следить за ситуацией, возможно, он опять создаст какую-нибудь фабрику ботов. оторвали Пригожин от войны, соответственно, сократили финансирование его деятельности, именно Пригожина. И тут, кстати, я хочу нашим зрителям и слушателям сообщить, что создание, что так называемая частная военная кампания, это на самом деле легенда, легенда прикрытия, что никакой частной военной кампании... Да это все вообще известно, Юль. Серая теневая российская армия... Это все вообще известно. осознанно под распоряжением Путина и де-факто являющейся крупнейшей агентомой сетью агентов-бывиков Главного управления Генерального штаба Желых сил и органов военной разведки. Просто чтобы для компетенции, чтобы наши зрители и слушатели понимали, что в этой организации, так называемой ЧВК Вагнер, которую называют, мы можем с вами называть, в этой серой армии, там прикомандированные сотрудники первой, второй и третьей службы ФСБ. Это обязательно. И получается так, что путинская система, как его серой армии, так и, соответственно, официальная, официальная спецслужба, это такой конгломерат, они настолько друг с другом переплетены, что тут уже, так сказать, должен стать вопросом, а кто же, кого в этой борьбе победит. Потому что, еще раз повторяю, то, что мы называем, не мы, а вот с мином нам навязали вот эту легенду прикрепить, частная военная компания ВАГнер, это фактически часть государства. И смотрите, Пригожин же еще руководит военные вместе с Уткиным, они руководят военными компаниями в Африке, в Латинской Америке, то есть туда, где у России есть возможность и военным путем дотянуть и что-то нагадить. Они знают, они крышуют и наркотрафики, и вот эти, значит, корабли, которые мостими путями перевозят наркотики из Латинской Америки в Европу, дальше в Мордор и так далее. Вот, они же крышуют хранилища миллиардов долларов, там, триллиона долларов, которые Путин украл у россиян и сейчас находятся в Центральной Африке. Вот, они участвуют в различных военных переворотах, то есть, при Горн, по крайней мере, владеет колоссальной информацией о схемах финансирования всех вот этих международных преступлений, как финансируется у Вагнера, как эти деньги, ну, не его Вагнера, как вообще вот эта серая армия все финансируется, где эти деньги разворовываются и так далее. И он знает еще множество, он знает огромное количество информации о всех этих секретных военных операциях, которые проходят за рубежом. И в этой, и в этой, и в этой звезде, конечно же, как у человека очень близко к Путину, но практически-то, как тоже сам Шойгу и Герасим, да, вот, вот Пригожина в чем-то есть квазишойга, квази-Герасим. Вот, и, возможно, даже Пригожин больше знает информации о грязных делах Путина, чем Шойгу и Герасим, в силу того, что он выполнял, что его люди очень длинно рассказываешь, конец уже у нас эфира сейчас, а мне еще пару вопросов надо задать. А, давайте, давайте. Вот, вот смотри, да, командиров освободили, Эрдоган вам отдал их, а теперь ведь Путин затормозит, не будет вам отдавать остальных-то азовчан. Да куда, да куда же он денется, отдаст? После того, смотрите, сейчас, когда Украина осуществляет контрнаступление, увеличивается, мы видим, обменный конт, то есть пленников поступает значительно больше. Вот как накопится критическая масса для России военно-пленных, то тогда отдаст. Значит, и будет просить за одного азовца, допустим, 10 своих пленных. Да хоть 12, их сейчас опять будут в большом количестве. То есть Украина все равно обменяет их, да? Конечно. Ну вот последний недавний был обмен, ведь в очень плохом состоянии люди возвращаются. Ну, послушайте, а когда из плена возвращались люди в хорошем состоянии? Ну вот, пожалуйста, из Турции приехали, как из санатория командиры. Ну, секундочку, они же ведь были сначала в плену, а потом они попали в Турцию. В Турции, конечно, какое-то время они, я не знаю, что они проходили, но, возможно, реабилитацию, предположим, да? То есть, они уже больше половины времени провели в Турции, нежели в плену. Ну да, и это совсем другое дело. Вот, ты знаешь, что очень много шуму наделала статья в Ньюсвик, да, вот, где говорится, что, в общем-то, как получается, что специально была спровоцирована война, да, Соединенными Штатами с Россией. Как вот по поводу статьи в Ньюсвик, я считаю, это очень интересное событие, нам всем нужно запастись временем и дождаться реакции официальных должностных лиц Соединенных Штатов Америки, потому, что, как минимум, по тем обстоятельствам, которые были изложены в газете Ньюсвик, агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки должно начать внутренне свою расследование, в первую очередь. Потом, соответственно, в 2024-м, уже меньше года осталось, не меньше, извиняюсь, чуть-чуть больше года до выборов в Соединенных Штатах, но уже предвыборная кампания де-фактор в США стартовала. А тем более эта информация была опубликована накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Поэтому оппозиция президента Соединенных Штатов Америки Байдену среди республиканцев, я думаю, наверное, часть демократов, которые также поддерживают по различным причинам недовольны политикой Байдена, они должны инициировать парламентское расследование тех обстоятельств, которые были изложены в Ньюсвик. И если эти факты, которые были изложены в Ньюсвик, подтвердятся, то тогда президенту Байдену грозит импичмент по обвинению в государственной измене Бернсу, Салливану и всем тем, кто принимал участие в политике международной национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и длительное тюремное заключение. Поэтому еще одно, то есть, что давайте спокойно, то есть, ситуация интересная, но вот я предлагаю дождаться все-таки официальных заявлений американских чиновников, если будет расследование Конгресса по данной публикации, то просто рекомендую за этим понаблюдать. Да, Свет, кстати, еще хочу нашим слушателям сообщить важнейшую новость, гражданское движение «Свободная Ингрия», ставящее свою целью создание независимого государства Ингрия Ингермоландия в границах современных Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявило о создании и формировании добровольческого вооруженного формирования взвод «Свободная Ингрия» в составе интернационального региона вооруженных сил Украины. Мы можем здесь и украинцев Ингер Маланцев поздравить с этим важнейшим событием. кстати, интересно, это заявление появилось после того, конечно, не сразу, но, тем не менее, на третью неделю, после того, когда прошел форум бывших народных депутатов МР и мэров Ильи Пономарева в Варшаве. Там мы, кстати, тоже не на самом форуме, но кулуарно эти вопросы обсуждали о создании этого добровольческого вооруженного формирования в составе вооруженных сил Украины. И, наконец-то, слава Богу, это решение уже начало реализовываться. Ну и еще партизаны, которые ассоциируются с Легионом Свобода России, сожгли распределительные шкафы на железной дороге между Ростовом и Новороссийском. Что, Юр, война на территорию России перемещается все больше? Ну, естественно, естественно, и я же неоднократно уже говорил, что акции прямого действия по уничтожению железнодорожных шкафов пропагандистов, каких-то крупных сотрудников ФСБ и всяких вот этих обслуг преступного чекистского фашистского путинского режима, они значительно, ну, послушайте, они в сотни раз более эффективны, чем вот эти выходы с шариками, с бумажками, с протестами для розовых корней. Потому что, если вы, вот я вот сейчас говорю и обращаюсь к так называемым ежек практически нет, их там в Москве сейчас они в полуподполь находятся, их загнали, они боятся, они на улицу не выходят. И правильно, и не выходить. Потому что нечего выходить с этими шариками, с этими плакатами, метро и так далее. Никому вы ничего там в Мордоре абсолютно не докажете. вы просто станете материалом для плана по привлечению к административному уголовному туристов. Вы просто будете планом для ментов. Вот и все. Они на вас будут делать, во-первых, карьеру и звездочки, и ватники, которые будут проходить, вы их только еще злить будете. А вот если вы будете уничтожать врага, физически, черт, уничтожать, делать это красиво. Главное, какая запрещенность, не наследить. Шкафы, склады с боеприпасами, производство снарядов и вооружений и так далее. Вы, скажем так, все равно вы в любом случае уже в историю воюете. Действительно, как партизаны. И еще повторюсь, что история и правда, и право в том числе она на вашей стороне. Потому что Путин преступник, он будет осужден в Гарде. Вот вы сейчас будете фактически теми же немцами, которые во времена гитлеровской агрессии против Европы внутри третьего рейка совершали различные диверсионные мероприятия, способствующие на ослабление этого рейка. Все же эти немцы, они, естественно, они не то, что правда, но они стали героями. И, соответственно, также вы потом будете героями. То есть история вам значительно эффективнее, что вот в этом действительно есть эффект. Потому что агрессор и враг, ну и вообще вот в России так общество устроено, что оно понимает только силу. Ну что, Юр, эфир наш подошел к концу. Спасибо тебе большое. До следующего понедельника. И народ через полчаса жду я вас жду я вас на вечерних своих новостях АБХСС. Конец эфира. Слава Украине! Героям слава! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok